Беларусь Вот Белшина и Нафтан, мне кажется А, хотя еще и Гранит Так что здесь предсказать что-то очень сложно Никто же не хочет вылетать Все же будут до последнего биться, будут сражаться, будут царапаться Поэтому, ну, высшая лига все-таки есть, это высшая лига По мнению нашего эксперта, сложнее других в оставшихся турах будет Нафтан Последняя строчка в таблице, 5 очков отставания спасительного места И 8 матчей к ряду без побед Тяжелый эмоциональный фон и финансовые трудности уже не самое главное Проблемы с нашей действительностью, жизнью, финансовые Вот, ну, хотя, в принципе, у всех команд, наверное, есть проблемы И ссылаться только на то, что это финансовые Везде, я знаю, не платят деньги, вот, с задержками платят Ну, везде сейчас есть эти проблемы И говорить, что только из-за того, что там не платят деньги Это, я думаю, считаю, наверное, неправильно Вот, может, просто у Стрипейкиса, как это получается Говорится, он же первый год в прошлом году работал А это второй год Ну, второй год бывает, наверное, такой самый сложный В судьбе и тренера, и команды, и футболистов Наверное, у него что-то не получилось Ну, а полоски сменили тренера В Микошевичах полностью в летнюю паузу сменился состав гранита Команда Валерия Бахно угодила в крутой эпике из поражений Таковых набралось 7 в 9 поединках И только в минувшем туре, благодаря голу Сергея Ковлюка, переиграла слуц Там каждый год происходит, ну, практически собирается, создается новая команда А в этом году, так, после первого круга практически все, наверное, ушли Все, наверное, и создалась опять новая команда Взяли ребят, но уже, наверное, ну, они не соответствуют, наверное, уровню высшей лиги Поэтому граниту будет очень сложно и будет очень тяжело удержаться в высшей лиге Гранит продолжает бороться за элитный дивизион, но клубу много иных вопросов И Владимир Курнев недоумевает, почему невероятным образом в последние годы Была выстроена футбольная пирамида в Брестском регионе Вершиной которой не являлась команда из областного центра Там приоритет всегда отдавался не Брестскому Динамо А приоритет почему-то отдавался Микошевичскому граниту Не знаю, с чем это связано, но как-то больше Во-первых, ну, все-таки Брест это областной центр, команда с традициями Команда играла и в чемпионате Советского Союза во второй лиге А гранит, ну, где они играли? Первенство в Белоруссии играли В Гродно, напротив, Неман – главный клуб области И за него в этом сезоне уже можно не волноваться С переходом Игоря Ковалевича изменился и состав, которому по силе решить поставленную задачу Неплохой подбор игроков и услуги, но последние результаты не радуют ни руководства, ни болельщиков команды Как следствие, сегодня Вячеслав Григоров отправлен в отставку Может, еще Слава Григоров не набрался этого житейского тренерского опыта Вот, но тоже бы не хотелось, что Слуц, там и стадион хороший построили И условия вроде бы неплохие, и ходят, болельщики ходят на стадион Поэтому не хотелось бы Труднейший год переживает и Белшина Приход и уход партнеров, смена двух главных тренеров и массовая кадровая ротация На данный момент предпоследняя строчка – туманные перспективы на фоне футбольных традиций Бобруйска Я не видел Белшину в этом действии, поэтому мне трудно сказать Ну, хотя, вроде бы как, и там футболисты еще остались, но не совсем уже такие Я думаю, что они еще поборются Все-таки Бобруйск у нас футбольный город Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова